Битва за Москву Битва за Москву – первое решающее сражение Великой Отечественной войны. Москва, будучи столицей СССР, имела стратегическое значение. От результата битвы за Москву зависел исход войны. При защите столицы нашей Родины тысячи бойцов и командиров проявили невиданный героизм. Начав осенью 1941-го поход на Москву, преподавляющем преимуществе в войсках и технике, немецкие полчища были разбиты и отброшены. Весь мир увидел, что Красная Армия не сломлена, она способна побеждать. Советские люди воспрянули духом. Гитлеровское командование планировало разгромить СССР в Блицкриге, молниеносной войне. Однако к октябрю 1941 года Москва оставалась непокоренной. По планам Адольфа Гитлера, покончить со столицей советского государства должно было решительное наступление группы «Армий Центр», получившее кодовое название «Тайфун». В группу «Армий Центр» входило 75% всех немецких танков и около половины самолетов на советско-германском фронте. Невиданный героизм при защите Москвы осенью 1941 года проявили тысячи бойцов и командиров. В критический момент, когда казалось, что ничто не сможет остановить вражеские танки на пути к Москве, им навстречу были брошены курсанты из Подольска. Ценой своей жизни юноши из Подольского пехотного и артиллерийского училищ на несколько дней задержали противника. Большинство курсантов полегли на Ильинских рубежах, но советское командование выиграло время для организации новой оборонительной линии к западу от Москвы. Советское контрнаступление началось 5 декабря 1941 года. В атаку перешли соединения Западного, Калининского и части сил Юго-Западного фронтов. При этом советские войска все еще уступали немцам в количестве людей и боевой техники. Лишь по самолетам у нас было серьезное превосходство. Субтитры создавал DimaTorzok